Продление СНВ-3 лучший механизм ядерного сдерживания 22 апреля 2019 года ЦАМТО Продление СНВ-3 лучший механизм ядерного сдерживания Игорь Караченко Источник изображения, РИА Новости, Евгений Одинаков ЦАМТО, 19 апреля Любые инициативы в области снижения угрозы ядерной войны заслуживают внимания, Однако наилучшим механизмом ядерного сдерживания является договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3 Об этом в интервью РИА Новости заявил директор ЦАМТО Игорь Караченко Так он прокомментировал публикацию газеты «Коммерсант», согласно которой Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила никакого ответа Понятно, что данное соглашение носило бы, в первую очередь, политический характер, но если бы оно было заключено, то это стало индикатором того, что как Россия, так и США несут ответственность за судьбы мира и делают все возможное, чтобы уменьшить риски начала Третьей мировой войны В то же время, гораздо более эффективным стало бы продление соглашения СНВ-3, которое ограничивает число ядерных боевых блоков и средств доставки, сказал и Точка Караченко Он подчеркнул, что вероятная подготовка нового документа свидетельствует о том, что Россия настойчиво ищет пути снижения риска ядерной конфронтации с США, в то время как администрация Трампа не озабочена проблемами ядерного разоружения, выдвигая популистские, не соответствующие реалиям предложения Думаю, что усилия российской дипломатии должны быть сосредоточены на продлении СНВ-3 как наиболее реалистичного, простого и транспарентного документа, позволяющего контролировать намерения друг друга, подчеркнул собеседник агентства Договор о сокращении СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через 7 лет и в дальнейшем суммарное количество вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3 Срок действия самого договора истекает в 2021 году Право на данный материал принадлежит сам Томатериал размещен правообладателем в открытом доступе